всем по привету саня сумской на связи очередное мое любительское видео в данном видео поговорим про инструменты расскажу про оптимальный набор инструментов который подойдет вам для пользования в лондоне для работы здесь в лондоне в англии просматривается такая тенденция когда все рабочие приезжают со своими инструментами если мы берем во внимание большие какие-то стройки они частные какие-то стройки дома то есть на всех больших компаниях на всех больших стройках большинстве случаев рабочие приезжают со своими инструментами есть уже какой-то спец инструменту естественно его уже выдает компания сейчас я познакомлю вас с оптимальным набором инструментов ну на мой взгляд он оптимальный в конце видео я расскажу по каким причинам я так его называю оптимальным ну и там как бы свои рекомендации какие-то советы много у людей вопросов всяких по поводу строек но в первую очередь конечно же должна быть сумка для инструментов тому рекомендую брать сумку на колесах чтобы как бы тяжести не таскать там по метро так мы пожалуй начнем наше знакомство с самими инструментами ознакомлю вас с ценами как больших люди ориентировались примерно сколько нужно будет потратить денег чтобы купить инструменты как бы у меня такой самый простой набор опять же повторюсь и в конце видео скажу почему данный набор является оптимальным ну начнем пожалуй наше знакомство на наших экранах impact обычный шуруповерт пацан для гипсокартона для хинспана очень удобный инструмент молоток рулетка данная рулетка имеет очень хорошую ленту и она может выдвигаться на более чем 3 метра и не переламываться как видим рекомендую данную рулетку плюс здесь удобный крючок удобно резать пластиборд или делать какие-то отметки и резать тимспан и другой материал нож чехол для ножа у меня уже в самом поясе так как сам чехольчик сломался поэтому его хомутом прикрупил чак удобная штука заменяет нам дрель в случае для того чтобы не таскаться с собой с дрелью мы просто вставляем этот чак вот наш имп шуруповерт вставляем сюда сверло и уже можем как бы делать какие-то отверстия и делать всю работу вместе с дрелью то есть видим эта штука заменяет нам чак заменяет нам дрель плюс это сохраняет место в сумке и дает определенную компактность пояс рекомендую брать кожаный пояс так как он прочнее и лучшего качества тряпчаные пояса не особо как бы внушают доверие когда какие-то скрузы и шурупы будут у вас пояс они будут прорывать как бы карман со временем он прорвется не знаю чего уголок обычный стандартный уголок болгарка это брашли с болгарка модель 2017 года зарядка заряжать батарейки собственно сами батарейки цена будет зависеть уже от того сколько в ней будет ампер такие вот батарейки строительные меня пока две при необходимости я докупаю что мне нужно опять же это у меня самый простой набор инструментов как бы я на сильно сильно большие деньги на стройке не зарабатываю поэтому мне достаточно такого набора как бы лазарь то же самое лазарь у меня самый простой им многие профессиональные строители не любят работать он не сильно удобный как бы если делать какие-то эти ну как бы мне подходит пока там посмотрим дальше вот такой лазарь обычный перфоратор тоже модель 2017 года хороший удобный с ну у меня перфоратор видим на шнуре так как он сильно батарейки убивает поэтому мне порекомендовали именно эту вещь брать на шнуре переноска ножницы уровень пила обычная пила клампы удобно зажимать какой-то материал для того чтобы он не двигался если надо прикрутить там например металл к металлу какой-то и так далее ну тут уже такие наушники как бы если делаете какую-то шумную работу можно одевать щетка мастик ган терка в основном это для гипсокартона как бы гип-лайн я размотался немножко делать какие-то отметки на стене на бетоне очень удобно и сразу же синька к нему идет ну и тут ну и тут у меня еще разные мелочи остались уже не хочу их доставать вот я и познакомил вас с оптимальным набором инструментов данный набор будет являться оптимальным так как с ним вы сможете работать и на пластинборде и на кладинги и на каких-то других работах тем же хэндимэном пойти работать это хэндимэн это тот который выполняет разные мелкие работы и приезжает со своими инструментами данный набор инструментом инструментов можно конечно же из него что-то убрать чем-то добавить то есть у меня как бы он самый простой я его беру на все работы которые связаны с вышеперечисленным работами также у меня есть вакансии где вообще инструменты не надо и можно заработать те же те же самые деньги зарабатывать какие зарабатывают люди с такими инструментами но опять же берем во внимание самых простых рабочих таких как у я которые не сильно большие специалисты в стройке так же хочу дать небольшие советы и рекомендации не забывайте когда будете покупать инструменты берите всегда все на одну фирму если будете расфасовывать например один инструмент у вас будет одной фирмы другой другой то соответственно вам придется зарядки на разные из них покупать батарейки если все будет одной фирмы уже то вам как бы легче будет плюс меньше места будет занимать это все сумки то есть определяемся с и какой-то одной фирмой я именно выбрал эту фирму так как первоначально купил свой первый инструмент этой фирмы и так как бы все уже пошло так сказать по накатанной также не забывайте когда будете брать инструмент на шнуре здесь в англии на больших стройках всегда 110 вольт то есть не ошибитесь не купите инструмент со шнуром на 220 то есть он у вас на стройке работать на большой не сможет только на какой-то частной стройке где электрика будет на 220 то есть на всех больших стройках электрика 110 для безопасности данный мой инструмент который показал на шнуре он на 110 также не забывайте как при покупке обуви для работы все safety ботинки будут с железным наконечником и я рекомендую брать ваши ботинки на один размер больше для того чтобы вам не создавала эта железка которая будет на начале стопы не создавала дискомфорт поэтому берем ботинки на размер больше как бы многие люди так делают но я собственно тоже так делаю если у вас какие-то ботинки будут за 100 фунтов то может там конкретно под ваш размер все подойдет как бы все комфортно сделает а на вопрос где купить подешевле одежду для стройки сейчас телепортнемся в магазин под названием модель примарк и я покажу вам цены сколько там стоит вещи для работы я сам там лично покупаю вещи для работы те же футболки штаны кофты сейчас мы телепортнемся туда и посмотрим цены в общем смотрите чё по вещам здесь видите вот обычный такая кофта свитер для стройки 8 рублей всего лишь как бы нормально вот штаны как бы для стройки смотрите цены 11 рублей всего лишь футболки как видимо для стройки подойдут по два по три рубля на этом видео будет подходить своему завершению у кого есть возможность поддержать поставьте палец вверх под этим видео кто еще не подписан подписываемся на канал разнообразной тематики также добавляясь на друзья в соцсетях ссылки на которые в описании под этим видео для всех тех кто уже подписан и поддерживает мое легкое творчество благодаря вам всем за поддержку на этом трансляция завершается всем спасибо за внимание до связи в новых видео